FunPay.ru, первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более 3000 приложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня предложу три варианта сборки ПК на сайте Computer Universe, две из которых будут стоить порядка 55 тысяч рублей и одна 75 тысяч рублей. Эти сборки будут предназначаться для того, чтобы играть на них в побег из Таркова, на ультра пресете настроек, Full HD разрешении. Данный выпуск вышел при поддержке зрителей с позывными Михаил Шувалов, Рембранд, Эдуард Дутлов, Хранитель и Вяцеслав. Спасибо вам, ребята, за поддержку канала. Таймкод, как всегда, на экране. Рембранд, в личку ВКонтакте я никогда не пишу, много раз уже это говорил, поэтому если хочешь обсудить это именно ВКонтакте, то напиши в сообщение моей группы ВК. Эдуард, ставь пресет высоко, дальше снизь текстуры на низкие, а тени на средние, разрешение Full HD и играй. Но так как частота памяти у тебя не дотягивает до рекомендуемой частоты для райзенов, фрезы и просадки могут иметь место. Хранитель пишет, что благодаря моим советам по железу, которыми он воспользовался, игра теперь, как он пишет, аж вздохнула с облегчением, настолько все стало лучше. Спасибо, Хранитель, я рад, что смог тебе помочь, удачной тебе игры. Вяцеслав, во-первых, большое спасибо за увесистую поддержку канала, ну а во-вторых, насчет твоего ноутбука. Я не совсем понял, что от меня требовалось, но вот что могу сказать. Ноутбучная видеокарта GTX 960M на данный момент уже, конечно, слабовата, и по факту она равносильна настольной GTX 750 Ti, на которой играть в тарков нормально можно только в разрешении 1366 на 768 пикселей. По оперативной памяти я тоже не совсем понял, сколько у тебя ее, то ли два модуля на 8 гигабайт, или все-таки один модуль на 8 гигабайт. Если два по 8, то отлично, если один на 8, то нужно докинуть второй такой же. Просто у тебя отличный, там вообще без комментариев. Ты даже указал скорость интернета, от которой я просто охренел, а именно 480 мегабит на скачивание и 55 на отдачу с пингом 17 миллисекунд. Этого интернета с головой хватит, чтобы играть в любую онлайн-игру и вообще не задумываться про проблемы интернета. Но так как я не понял, был ли у тебя вообще ко мне какой-то вопрос или нет, напиши, пожалуйста, мне на электронную почту, там можно обсудить более детально, если вдруг все-таки требуются какие-то более подробные пояснения. Еще раз спасибо всем, переходим к основной теме. Часто зрители просят предложить варианты сборки компьютера в магазине Computer Universe. И что тут сказать, для того, чтобы собрать в данном магазине нормальный ПК, на котором можно будет нормально играть именно в побег из Старкова, уточняю, в побег из Старкова, нужно нашарить приблизительно 56 тысяч настоящих рублей. Игровые рубли из Старкова, к сожалению, тут не подойдут. Для начала небольшая предыстория, о которой я уже говорил в вопросах и ответах номер 9. С 1 января 2019 года изменится налог на покупки из интернет-магазинов других стран. Сейчас предел покупки, который не облагается налогом, равен 1000 евро. То есть, если ты заказал что-то на сумму, не превышающую 1000 евро, то налог с тебя не берут. Так вот, с 1 января этот порог будет снижен до 500 евро. То есть, все, что выше суммы 500 евро, будет облагаться налогом. А конкретно, общая стоимость минус 500 евро, и вот с этого остатка будет браться налог. Поэтому, кто давно хотел собрать себе комп на компьютер-юниверсе, но все, чего-то там ждал, советую поторопиться и сделать это сейчас, чтобы посылка успела прийти до 1 января. По моему опыту заказа с этого сайта, посылка приходит максимум за 2 недели с момента заказа. Ну, в общем, поехали. Тут особо и не о чем даже заморачиваться, просто по фасту пробегаемся. Процессор, само собой, это Intel, так как большинство игроков в Тарков ничего не знают о разгоне, а райзены без разгона памяти нормально не работают. Поэтому берем i5-8600K, это полноценный 6 ядер с супер-быстрым кэшем, например, скорость чтения кэша первого уровня у этого процессора более 1 терабайта в секунду. Терабайта, а не терабита. Кэш третьего уровня объемом 9 мегабайт. Далее нужно мать на минимум Z370 чипсете. Берем Ice Rock Killer SLI и ни о чем вообще не паримся. Мать отличная, радиаторы на VRM, поддержка разгона и все прочее. Кулер для нашего процессора нужен среднего уровня, и это будет LC Power CC100. Нормальный кулер с четырьмя теплотрубками и довольно быстрым оборотистым 100-мм вентилятором с шим. То есть обороты регулируются в зависимости от температуры процессора. Само собой нужна оперативная память, и для Таркова нужно 16 гигабайт в случае с DDR4, чтобы никогда в будущем ничего в нее не упиралось. Не забывайте, что впереди нас еще ждет огромная локация улицы Таркова, а там точно лишней оперативки не будет. Итак, берем комплект памяти G-Skill, два модуля по 8 гигабайт с частотой 3000 МГц. Цена просто вообще вкусная у этого комплекта, поэтому молча берем и вообще даже не спрашиваем ничего. Далее, конечно же, нужна толковая видеокарта, которая нормально будет тянуть Тарков. И сейчас просто всех рвет видеокарта PowerColor RX 570 с 8 гигами видеопамяти. Это, по сути, обновленная версия моего Radeon RX 470, и у этой карты, так же, как и у моей, в наличии 8 гигов видеопамяти. Так что упора не будет. Цена просто космически низкая. 11 тысяч рублей, ребята. 11 тысяч рублей за новый 570 Radeon с 8 гигами видеопамяти. На хрен не нужны всякие GTX 1050 Ti или GTX 1060 с 6 гигами, а уж тем более с тремя. Когда тут, блин, такая имбовая карта просто. Берем, пока дают, и идем за остальным железом. Повторяю, мы собираем компьютер для Таркова, чтобы играть на ультра пресете, а не просто непонятный комп, а то некоторые люди никак не вобьют себе в голову, что не бывает компьютера под совершенно все. Каждый должен рассчитывать и расставлять для себя приоритеты. Что ему важнее? Нормально играть в ПК-игры, работать в 3D-моделировании или, там, например, рендеринге, либо играть в консольные игры. Так вот, для Таркова, допустим, с учетом игры на Windows 10, нужно 6,5 гигабайт видеопамяти для игры на ультра пресете. Поэтому никакие 1060 с 6 гигами за 20 тысяч рублей тут не подходит. Далее нам нужен SSD-шник под установку винды, чтобы та просто побыстрее загружалась. И берем самый дешевый на 120 гигов от Adata. И могу вам сказать, что если играть, кроме Таркова, особо ни во что не собираетесь, то можно вообще обойтись только лишь этим SSD-шником, и комп обойдется примерно на 2500 рублей дешевле. Потому что этого SSD хватит и для винды, и для необходимых программ, и для игры. Ну а если хотите еще какие-то игры поставить, тогда нужно обзавестись жестким диском хотя бы на 1 терабайт. И это великолепный Seagate Barracuda ST1000DM-010. Много раз про него уже говорил, не буду повторяться, просто берем его и все. Но осталось только надыбать блок питания. Ищем блок с мощностью не менее 500 ватт и сертификатом 80 плюс бронз. Я выбрал Xilence Performance A, но если бы там был, например, Deep Pool Aurora DA500, я бы взял, конечно, его. Вот, собственно, и все. Коробку берете любую с поддержкой материнок формата ATX, не микро-ATX, а именно ATX. Только не берите его на компьютер-юниверсии, ибо доставка сразу может выйти дороже из-за такой крупногабаритной штуковины. Можно просто старый корпус свой взять, либо ящик из-под бананов, например. Скидываем все это туда, ставим винду, все библиотеки, драйверы, игру, и можно запрыгивать в Тарков. В Таркове ставим разрешение Full HD и пресет настройки Ultra, больше ничего руками не крутим, и идем спокойно играть. Едем в Тарков. В целом вот и все. Отличный ПК за 55 тысяч рублей приблизительно, причем это уже итоговая цена вместе с доставкой в Россию. Но если ты все-таки не взял Hard, тогда на пару тысяч еще меньше он тебе выйдет. И знаете, куда можно эти пару тысяч применить? Их можно докинуть на бюджет видеокарты, и вместо PowerColor 570 взять PowerColor 580, тоже с 8 гигами видеопамяти. Стоит он всего на 2000 рублей дороже, чем 570. И повторю, что задача была собрать именно на компьютер-юниверсе, а не просто где-либо собрать. Зрители просили показать сборку именно там, и именно для игры Побег из Таркова. Ссылки на все железо в описании. Там же есть промокод для скидки. Пусть она небольшая, но всяко, лишними несколько сотен рублей точно вам не будут. Поэтому применяйте промокод. Ну и теперь пара слов о том, что сможет этот ПК в Таркове. По сути, этот ПК получился сравнимый с моим. Но тут уже 6 физических ядер, а не 4, как у моего ПК. Тут уже процессор с гораздо более быстрым кэшем, чем у моего процессора. Тут уже видеокарта работает на более высоких частотах, чем у моего 470-го Родиона. И память тут изначально идет с XMP профилем на 3000 МГц. То есть тут, по сути, даже не надо ни о чем париться с разгоном памяти и так далее. Просто все собрали, установили, запустили и играете. Так вот, с учетом всех этих нюансов и плюсов относительно моего компьютера, могу сказать, что игра будет идти еще лучше, чем у меня. А на своем я всегда играю на пресете Ультра и вообще ни о чем не парюсь. Ну и конечно, если среди вас есть мажоры с приличной суммой денег, то вместо Родионов, которые я советовал, я бы заказал GTX 1070 Ti от Inno 3D формации iChill, с отличной ценой и отличным охлаждением. Таким образом, ПК вместе с доставкой выходил бы вам в 74 тысячи рублей или 991 евро, что в аккурат вписывается в нынешний минимум, который не облагается налогом. И это был бы лучший вариант на самом деле для Таркова при Full HD разрешении. А сейчас у меня все. Лайк или дизлайк, подписка или отписка. Пока. Субтитры подогнал «Симон»